Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ программа «Все грани мяча». Сколько же футбола хорошего, интересного, красивого, увлекательного мы посмотрели за прошедшую неделю. В ближайшие 45 минут мы будем с вами говорить о Лиге Чемпионов, Лиге Европы, Чемпионат России. Ну и, естественно, куда уйти от одной из главных тем мирового футбола. Лука Модрич стал лучшим футболистом мира 2018 года. Будем обсуждать вместе с вами, а также Сергеем Буслаевым, Кириллом Музалевским, Евгением Ворониным, Илья Разумовым. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Ну что ж, действительно, Сергей, Кирилл, Евгений, Илья, Лука Модрич лучший футболист мира? Нам к хору отвечать. Да, как угодно. Ну, скажи, начинай ты. Запивал и будешь. Ну, надо было. Я все-таки к этой премии так отношусь. Ну, мне кажется, она такие пропагандистские цели имеет. Надо было разбавить гегемонию Роналда с Месси. Да, внести некое разнообразие. И поэтому, да. Причем, беря к тому же и клубные успехи, и успехи сборной, Модрич молодец в таком же солидном возрасте. Ну, не на излете карьеры, но, так сказать, находясь в самом соку, не будучи особо молодым игроком, стал лучшим игроком мира. Молодец. Я не возражаю. Отлично. Жень, а к тебе что называется обращение с заходом? Потому что мы все прекрасно понимаем, Лука Модрич играет в Реале. А это значит, что лучший футболист мира. В прошлом, когда там два года назад Реал приезжал с Роналду, лучшим футболистом мира, теперь Лука Модрич, лучший футболистом мира. За счет того, что он удачнее выступил других своих оппонентов, будь то Рональда или Месси, на чемпионате мира. Поэтому, я думаю, заслуга это большая. Ну, это больше, да, за чемпионат мира. За чемпионат мира ему дали. Илья, Бапе все-таки рановато? Ну, я думаю, что, давай так, Модрич, плеймейкер Реала, победитель Лиги чемпионов, плеймейкер сборной Хорватии, которая дошла до финала. Финалист чемпионата, да. Какие еще добавления тебе нужны к этому? Ну, Бапе все-таки в команде чемпиона. Бапе все-таки не организатор футбола, не он, как бы, причина успеха сборной Франции. А Модрич, убери Модрича из состава, это будет совсем другая сборная Хорватии. Ну, мы вчера слышали, что в большей степени в сборной Хорватии тот же Ракитич сыграл свою роль, да, Манджукич, а не Модрич. Ну, Модрич больше шел, понимаешь, и там... То есть, к этой вот... Да, 90% за сборную, но все-таки вот в Реале он, да, давайте, сколько он уже в Реале играет, и человек предан Реалу, сколько не уходил, его же приглашали другие. И он основной игрок, реально. Да, и он основной игрок, и поэтому и возраст, правильно сказал, 27 лет, он, Бапе все впереди, а Модрич не на излете, но все равно на вершине карьеры. И действительно, надо было разбавить эту гегемонию двоих футболистов великих на этот день, на этот час, на эту... Прямо сейчас, на эту секунду, вот, ну, потому что уже действительно неинтересно стало, все знали, что он либо Месси, либо Роналду будет, когда вот в последнее время было. Ну, последние там, сколько, 10 лет, наверное, 11, 2007 года. Всем хотелось, помните, как Нойер одно время все прочили, прочили Нойеру, и думали, что вот, наконец, там, второй вратарь возьмет кубу этот, золотой мяч, да, но не получилось. Ну, а первый-то мы знаем, кто? Ну, первый, да, мы знаем, да, 62-й год. Лев Яшин? Лев Иванович Яшин, да. Ну, как ни крути, атакующих игроков всегда больше шансов. Ну, он, полузащитник... Из защитников вспоминается, вот, защитник итальянской сборной играл. Канавара, подожди, а Бекенбауэр, Бекенбауэр, защитник. Ну, вот, считанный штучный товар. Бекенбауэр, все-таки, это тот, скажем так, футбол еще тех лет, а сейчас, в последнее время, да, ну, больше, конечно, шансов согласен. Ну, что ж, поздравляем, как говорится, Лука Модрич, телеграмму от программы «Все грани мяча», естественно, мы ему уже отправили, надеюсь, он на нее ответит и пришлет нам немножко, не знаю, что там, хорватского вина. Олег, кстати, продолжаю твою метафору по поводу матча в Москве, опять будет матч в Лужниках, как и 4 года назад. Тогда забил Рональда лучший игрок мира, сейчас забьет Модрич, тогда у нас забил Швед, пусть сейчас забьет Сигурц, и на матч закончится 1-1. Прекрасный результат, я только за. Договорились. Ну, что ж, а мы переходим к Лиге Чемпионов, о которой мы уже начали говорить. Действительно, ЦСКА будет встречаться с Реалом, но это будет через неделю, дней через 10, по-моему. Ну, а пока посмотрим, какие же матчи уже были сыграны в Лиге Чемпионов нашими командами и какие результаты мы увидели на табло. Итак, Галатасарай, Локомотив, 3-0, безоговорочная, мне кажется, победа турецкой команды. Ну, и Виктория Пельзень, ЦСКА 2-2. Ну, я думаю, что давайте начнем с ЦСКА. Жень, 2-2. Мы все прекрасно понимаем, что 2-0 был счет, проигрывали, и за счет каких-то, я не знаю, морально волевых качеств, ЦСКА удалось сравнять в этом матче счет. Скажи, что про матчи, да, почему? Ну, во-первых, у нас практически пол состава играло в Лиге Чемпионов дебютные матчи, поэтому, я думаю, сложилось немножко такое вот... Шесть человек, насколько я помню. Шесть человек, да. Играло дебютантов в Лиге Чемпионов, поэтому немножко волнение шло. В первом тайме вроде бы поднажали в начале, но потом испугались собственной вот этой вот... Прыти. Прыти. Решили отойти назад, за что и получили два мяча. В перерыве Гончаренко ввел коррективы свои, сказал, ребят, ну, 2-0 там, 3-0 проигрывать, какая разница, да? И команда просто побежала и стала играть футбол так, как она умеет вот на сегодняшний момент. Не хватило, конечно, судейские вот ошибки, которые привели к таким вот и взятию ворот было по правилам, которые, да, вот забил Ахметов. Да, забил Ахметов, но там Марио Финандес, как бы, вот посчитали, что он спалил. На самом деле фола там не было, потому что Марио был первым на мяче. Ну, и играл в мяч. И играл в мяч, соответственно. Там дело в другом, Жень, там дело в том, что даже если он продолжает действовать, если нога попадает потом в ногу защитника, это все равно фолл. Но только в том случае, если этот защитник или этот игрок мог дальше в эпизоде какое-то влияние оказать. Мяч уже отскочил. А в данном случае никакого влияния он на окончание эпизода не мог оказать, поэтому гол засчитан неверно. Да, гол должен быть не засчитан неверно. И еще один, грубо говоря, там четыре мяча забили. И могли дожать команду. Не хватило, я говорю, вот мне вот не покидало ощущение по окончанию матча. Еще бы минут десять мы бы додавили бы ее. Ну, надо, в принципе, обратиться теперь уже к FIFA, о том, чтобы матчи ЦСКА-Пельзинь-Виктория не девяносто, а сто минут. Мне кажется, они должны пойти на встречу. Нет, просто засчитывать мячи те, которые должны правильно засчитать. Пускай судья идет и делает повторы. Вот если бы было в Лиге Чемпионов повторы, судья посмотрел бы и засчитал бы этот мяч. По-моему, со следующего сезона. Да, но, конечно, с другой стороны, пусть он бы тогда не смотрел пенальти на 95-й минуте. Да. Где все-таки судья до некоторой степени извинился перед армиейцей. Извинился. Ну, что ж. О чем Евгений умолчал? Ну, умолчал, потому что я же болею за ЦСКА. Скромно, Женя, у него не было дополнительного времени, если 2-2. Это же, почему дополнительное время? Почему не было? Ну, из ЦСКА играет, просто продолжаем. Мы с Олегом, должно было быть дополнительное время тогда. Ну, после идей, да. 15-10, 15 минут еще. Помнишь, когда в «Спартак» победный сезон был, всегда добавлялся по 8 минут. И «Спартак» на 8-й минуте забивал. Ну, это, может, как бы... Были, да, моменты. Были. Согласен. Илья, скажи, пожалуйста, да, мы сказали о том, что ЦСКА новая команда. 6 игроков впервые в жизни вышли под гимн Лиги Чемпионов. Но все-таки они вышли не против Реала, Барселоны, Ливерпуля. Не? Ну, ладно. Ну, смотри, во-первых, у ЦСКА не только было столько дебютантов в матче Лиги Чемпионов. Но даже относительно нового состава, который у армейцев образовался в этом году, даже для этого состава у команды был неоптимальный состав. Да. Соглашусь. Вылетело три ведущих игрока, которые организовывали футбол в ЦСКА в первых 5-6 матчах этого чемпионата. Соглашусь. Вторая позиция, то, что сказал Женя. Действительно, армейцы по объективным причинам играют первый тайм и слабее вторых. А второй тайм просто огромное удовольствие от игры. И даже результат, честно говоря, особо необычий. Илья, позволь, а что за объективные причины? Первый тайм слабее второго. Ну, то, что команда строится. Строится весь первый тайм. Первый тайм могут и второй там играть. Нет, понимаешь, дело в том, что когда первый уходишь, как бы не было установка тренинга, все равно нужно игрокам притираться. Первый тайм всегда идет как притирка. Второй уже более конструктивный. Уже играют так, как надо. Я не соглашусь с одним. Я не соглашусь, что вот именно шесть человек, они играли первый матч. Кирилл сказал, будто они вообще первый раз в жизни вышли на поле. У Плезени тоже. Я с тобой не соглашусь. Они что, играют в лиг-чемпионов там? Ты посмотри, сколько у них человек играло раньше. Они играли где-то в Лиге Европы, они играли пускай. Но тоже какая-то часть состава не играла никак. Это не отговорка. Хорошо, я тебе могу предложить. Вот составы опытных. Вот они должны были. Ты музыкант, два актера. Мы все тут музыканты, все актеры. Вы все прекрасно знаете. Я футболист. И ты футболист еще. Выступая, допустим, в театре здесь, это одна сцена. Это играется чемпионат России. А когда ты выходишь играть на публике, допустим, в Большой или Большой театр, ну, грубо говоря, выступать, там совсем другое идет. У тебя другое волнение, Сереж. Как будто они одни вышли, а в той команде не было. Те уже выходили, люди, они были опытные. Команда 20 лет, пацаны играют. Кто опытный-то? Нет, ну, Викторий Берсень, средний возраст, команда 27 лет. Я согласен. 27-28 лет. Ну, не все же, Олег. Я смущаю, что болельщики ЦСКА как будто в аксиому возвели, что понятно, что ЦСКА играет первый тайм слабее, потому что команда молодая, а второй там сильнее. Я тебе еще раз могу объяснить. Смотри, хороший стайр прибавляет на финише. Если вы смотрели боксерский поединок Поветкина и Джошуа в ночь на воскресенье, то вы увидите, что Джошуа первые два раунда вообще проиграл, а потом смог и добавить, и Поветкина ничего не смогла сделать. Ну, хорошее сравнение аналогии ЦСКА со стайром и с Джошуа. Мне понравилось. Мне понравилось. Еще я могу вспомнить Барзаковского. Олимпийское золото на 800 метров, где он бежал последним, все там сколько, два круга. А на финишной прямой взял и всех сделал, и выстал чемпионом. А как вам другая такая ситуация, что у армейцев их потенциал пока не ясен? Они, как и Джошуа, который, безусловно, является талантом, может быть, за долгое время первым талантом супертяжелой весовой категории, так и армейцы пока непонятно вообще, что эта команда себе представляет. Какой уровень у этой команды может быть? Потенциал виден, а уровень да. Потенциал, да. То же самое, как у Джошуа. Мы сейчас немножко перее... Но там, говорят, размах руки на 20 сантиметров больше, там рост на 20 сантиметров больше, вес на 20 килограммов больше. То есть там антопрометрические данные просто, ну, все больше, чем у Поветкина. Плюс у Поветкина уже скоро будет ссорь. Узнал, что болельщик у Виктории Плезень есть такой, оказывается, известный, который родился в этом городе, это Карл Готт. Карл Готт, Плезень? Ему недавно был день рождения, да, было 69 лет, кажется, исполнилось. Ну, что ж, тогда, в принципе, это тоже можно зачислить, как... Нет, ну, я кто помнит, да, в те времена. Город по Бразии. А Павла Недведа никто не помнит? Тоже из Плезень, да. О, он тоже интересный, кто же не помнит Недведа. Да, давайте обсудим еще и Галатасарай-Локомотив. Не знаю, что сейчас происходит с Локомотивом. Это неудачное выступление, старт в чемпионате России. Ну, и, естественно, никто от нас не ожидал, что и уж настолько Локомотив провалится в Турции в игре с Галатасараем. Кирилл? Я не смотрел, Олег. Нет, я понимаю, может быть, не посмотрел. Говорили, что они полчаса хорошо играли и хворили за полчаса. Ну, соглашусь. И, в общем-то, я читал, что на 3-0 они не наиграли, но, мне кажется, ребята, кто смотрел, говорят. Нет, ну, просто Олег, видишь, что говорит, он говорит, вот, никто не ожидал. А почему не ожидали-то, Олег, если они... Ты видел, как они стартовали в чемпионате России, да? Какая у них игра? Вот кто-нибудь видел игру? Что за игра Локомотива? Вот я не вижу... То есть, в прошлом году играли, а в этом году перестали играть. Даже с «Зенитом» они забили 3 мяча, да, я самой игры... А в прошлом году играли, да, ну, какие-то матчи играли, какие-то повезло, какие-то там... Еще на каких-то... Да, первые 20 туров они играли, а потом у них происходит то же самое, что и здесь. Илья же говорил на прошлой передаче про как Локомотив становился чемпионом. Мы обсуждали, как «Спартак» становился чемпионом, 8 матчей по 1-0. Это многие, Олег, многие, можно и СССР вспомнить, и у СССР, помню, при плохой игре они брали же очки, мы тоже это обсуждали. Тоже, 7 матчей по 1-0, да, да, да. Не, ну, как ни крути, я не смотрю, поражение Локомотива точно не неожиданность. Играть в гол старает, не дай бог, никому. Ну да, там еще в Стамбуле, да. Ну да, там еще в Стамбуле, да, в Стамбул. Добро пожаловать в ад. Отдай из тех команд, которые... Там уже децибелы на стадионы зашкаливают, наверное, там 149, наверное. Посмотрим, они в интервью сказали, что игроки Локомотива, что дадут бой в Москве. Это последние матчи, да, они будут играть? Видимо, да. В пятом туре. В пятом туре. В последнем у себя дома. В декабре, мне кажется. Да, Лима Кадал. Ну что ж, Лига чемпионов не принесла, может быть, такого положительных эмоций, которые, наверное, мы могли бы ожидать. Если помните, я в прошлой программе делал прогноз о том, что у нас будет три победы, одна ничья и одно поражение. После первого игрового дня у нас было поражение и ничья. Ну, думаю, уж в Лиге Европы наши команды должны брать три победы. Но, в общем-то, и этого тоже не случилось. Давайте посмотрим, какие результаты были зафиксированы в Лиге Европы. Итак, Рапид-Спартак 2-0, Акхисар-Краснодар 0-1 и Копенгаген-Зенит 1-1 ничья. Я даже не знаю, честно говоря, кто меня подвел в этом прогнозе. Все? Все, кроме Краснодара. Краснодар. Давайте поговорим о Рапид-Спартак. Наверное, те слова, которые я сказал про локомотив, непонятная игра, может быть, не такого наката, что называется. Можно ли сказать такие же слова и про Спартак, Кирилл? Да, безусловно. Безусловно, можно. По последним турам мы просто видим, насколько фатально оказалась потеря Промиса для Спартака. То есть, было понятно, что игрок много значит, но мне было понятно, что настолько много. То есть, Спартак лишился напрочь скорости, Спартак лишился вариативности в атаке, Спартак лишился лидера. Заменить его на данный момент некем. Это 60% на мой взгляд. 60% результат команды зависит именно от потери этого игрока. Плюс сейчас в команде такая атмосфера гнетущая, психологическая. Но если говорить по матчу, первый гол там такое достижение обстоятельств, в общем, втрафной. Второй гол это несогласованность, это ошибка, колоссальная ошибка центральных защитников. Причем к этому шло, это был не первый. Я напомню, гол был забит, пас пошел из глубины, и нападающий просто убежал от двух центральных защитников. Это был не первый такой заброс Рапида, и мне несколько раз уже было на тоненького. То есть, игроки, центральные защитники не могут разобраться между собой, кто встречает, кто подстраховывает. То есть, кто идет в борьбу, кто страхует. Это достаточно странно на данный момент. Ну, Спартак показал скверную игру, очень вявую, без моментов. Без моментов особо. Да, Спартак потерял промеса, но все-таки мастерство и Луис Адриано, и Зе Луиша, ну, может быть, немного, конечно, уступает, но не настолько же, что прям вот вы остались вообще без наконечников. А речь не о наконечнике, а речь о Созидателе. У нас один Созидатель... Ну, Промес все-таки был наконечником. Нет. Но он лучше бомбардировал два года подряд. Он выполнял несколько функций. Я понимаю. Он сгонял, он соединял атакующую и защитную линию. Он брал мяч, он тащил, он пасовал, он забивал. То есть, такой многостаночник был. Фактически, Спартак сейчас на данный момент остался с одним плеймейкером. Это Фернандо, который вынужден для начала атаки опускаться очень низко. И, соответственно, зависимые игроки атаки, они лишены мяча. В результате чего, команда не играет комбинационно. Команда играет с длинных передач, где борются высокие Адрианы, либо Зе Луиш. Борются неплохо. Борются хорошо, выигрывают. Но это чуть ли не единственная возможность Спартака. Не единственный вариант в атаке у Спартака на данный момент остался. Еще Зобдин, бывает, проходит сольно. Один или два раза за матч выдает такие сольные проходы. И все. К этому легко приспособиться. А не кажется ли вам, что, мне кажется, скоро Зобдин махнет рукой и скажет, ребята, играйте вы сами. Потому что, мне кажется, по последним матчам, которые я смотрел, Спартак, мне кажется, Зобдин вот бьется, 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 бьется. Что-то хочет показать. А все его коллеги... Ну нет, ну не скажут. Ну что, он перейдет, но у человека контракт. Нет, я не говорю, что перейдет, а скажет, ребята, играйте вы сами. Нет, поэтому Кирилл сказал, что в начале беседы, что какие-то неспокойные обстановки в Спартаке, что если даже хочет Зобдин стать лидерами, ему просто-напросто не дают это делать. Не знаю, может быть, это авторитет Глушакова или Камбарова. Не знаю почему. Допустим, у нас... Не знаю, вот посмотри, сейчас кто лидер в ЦСКА? Вот на поле, когда вы ходите, вот сейчас определенный лидер, который тащит команду. Влашич, походу. Влашич. Понимаешь, вот действительно он Влашич, он виден лидер. И стараются, да, стараются на него поддержать еще как-то, чтобы он действительно тащил команду. В Спартаке такого нет, действительно какой-то там дисбаланс у них идет. Хорошо, или скажи, да. Спартак уже предъявлял многие претензии в прошлые годы, что Караро ставит игру в защите, а в нападении что-то из разряда, дайте мяч Промесу, он там что-нибудь придумает. Это во все времена, во все времена было. Дайте мяч Игнашевичу, он что-нибудь придумает, дайте мяч Блохину, он что-нибудь придумает. Гаврилову, Черенкову, да. А если брать дальше, там Вагнер Лав, Тельцовый. Да, да, ну то есть это, мне кажется, эта история повторяющаяся. Поэтому Спартак забивает, он не забивает с игры в основном, он забивает с стандартным лошадным. Вообще не возможно. Хорошо, в этом году. Причем вот не повезло очень, Фернаду матч с Рапидой мы могли зацепить, если бы не перекладин. Пристрелился, пристрелился, все-таки пристрелялся в матче в каком-то. Если бы стандарты сработали, мы могли оттуда увезти ничью. Но не победу. Согласен. Судя по тому, как игроки Спартака атакующей линии постоянно падают, есть такое ощущение, что Каррера всю стратегию нападения строит. Упасть где-нибудь поближе к штрафной. Да, чтобы для Фернандо поднести. Если другие игроки, как мы говорили, подносили мяч, промесу и так далее, то тут Фернандо подносит мяч, упасть и... Он говорит, мне кажется, скоро пробьет газон насквозь, в штрафной. Да. Но скажите, реально ли, что ситуация с Глушаковым, с Камбаровым, с Ещенко... Камбаров-то играет. Вот так. Ну, последние два матча не было его, по-моему. Ну, по крайней мере, он в заявке. Ну, это да. А эти его не отправили. Это да. Вот прямо реально. Вот команду вот так вот подкашивает. Подкашивает, подкашивает. Это авторитеты, это взрослые игроки, это российский хостяк, вокруг которых строилась игра Спартака. Даже несмотря на то, что Глушаков сейчас в нехорошей форме. Он лидер в раздевалке, он капитан, разумеется. У нас тоже выходит молодежь, не меньше, чем у ЦСКА, наверное. У нас вот четыре человека играло. Это тяжело. Это понятно, что тяжело. Лидеры не находятся в команде. Кирилл, я вот хочу такую мысль сказать, что мне кажется, там не столько из-за того, что не играют Глушаков и Ещенко, да, но Ещенко, ну, не скажешь, там, тянул Спартака или что-то там. Глушаков немножко сейчас был не в форме. А дело в том, что действительно там что-то в команде происходит. Мне кажется, какая-то часть команды выступила за этих игроков, чтобы вернули в команду. Да, выступила. И поэтому конфликт, мне кажется, именно из-за этого, что, может, не знаю, там, мы же не в команде. Ну, это Робинир говорит, я не думаю, кто выступил. Адриан пошел выступать, Кирилл, Адриан пошел выступать. Нет, Зобнин отстранился. Кто выступил? Ну, Камбаров пошел. Ну, может быть, Камбаров, может быть, Самедов. Ну, да, Ксимен. Мне кажется, молодежь не лезет. Молодежь не лезет, это, да. Рады им еще в эти игры. Да, да, Самедов остался, да. И кто еще из старых городов? Камбаров. Камбаров, да. Мне кажется, тоже скоро стал. Очень такой детский, жесткий такой. Я вот с ним пообщался на пресс-конференции карьеры. Ну, мне кажется, стал таким, он был помягче. Ну, сейчас вообще стал просто... Ну, да, он же сказал, это мое решение. Зверюга просто, да, какой-то. Вот я посмотрел, даже когда отвечаю на пресс-конференции, да, думаю... Ну, кстати говоря, помните, мы говорили, что... Он все время был горой так из-за игроков, а его, видимо, немножечко подставили. Его подставили, его... И болельщики именно карьеру поддержали. Да, как ни странно, да. Почему тут болельщики... А не Глушакова съесть. Ну, потому что 12 лет было без побед, а тут золото, и поэтому... Сколько лет? Не, ну, может, болельщики тоже что-то знали. 16 лет? Конечно. Ну, что вы. Давайте немножко поговорим. Краснодар не самый серьезный соперник достался. Победили, да. Ну, на такого, может быть, на тоненького. Хотя, мне кажется, Краснодар команда, которая может побеждать, ну, с боли, что ли, с запасом. Не использовать какие-то нервные клетки своих болельщиков. Нет, то они должны были обыгрывать. Не по назначению. Должны были, конечно. Просто 1-0. Это у них обладатель кубка, и он сейчас на последнем месте. Да, на предпоследовании. Да, где-то там замыкают. Они должны были более спокойно выигрывать. Класс, команда, исполнители, у них все позволяет это делать. Я немногих знаю людей, которые болеют за «Зенит», но они есть, поверьте мне. Жень, ответьте. Ты один из них, потому что там тренирует «Сима», который многие годы отдал именно армейскому клубу. «Зенит»-то что устроил в Дании? Не знаю. Вот если честно, не знаю. Берячки. Да, по классу было видно, что «Зенит» сильнее. Но, как обычно, а, дадаем, 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 и 1-1. Ну, и тренер сказал, да, «Датский», что действительно «Зенит» сильнее, но футбол есть футбол. Да, но смотрите, сколько мы очков потеряли. Ну, Олег, все матчи были выездные, где-то там три победы напланировал. Я не знаю, ты оптимист большой. Я планировал, что победит «ЦСК», я планировал, что победит «Краснодар», и я планировал, что победит «Зенит». Ну да, выездит. Вот они, три победы. Я планировал, что «Спартак» сыграет в ничью, «Локомотив» проиграет. Не знаю, вот «ЦСК» с «Пользенью», мне помнится, лет пять назад, не очень радужные взаимоотношения, когда они вас отцепили, по-моему. «Пользень», да. Ну, три-два и два-один сыграли. Что-то такое, да. Ну что ж, давайте идем дальше. Времени и не так много, а еще хочется поговорить и о нашем внутреннем чемпионате, потому что в восьмом туре были сыграны замечательные матчи. Встречались суперкоманды друг с другом. Ну а кто как сыграл, смотрим на экран. Итак, «Краснодар» после победы над турецкой командой достаточно легко и спокойно обыграл «Крылья Советов» на выезде. «ЦСК» «Спартак» центральный матч Тура, дерби всей Аруси 1-1, хотя большого дерби я, честно говоря, по игре по крайней мере не увидел. «Зенит», «Локомонтив», какое-то пиршество голов, моментов, ошибок, карточек и всего остального. «Ростов-Уфа», щетка, говорится, сам за себя и говорить об этом, наверное, больше и не будем. «Ахмат» «Оренбург» 1-1, «Оренбург», который прекрасно стартовал, последний матч совсем, наверное, расслабился или провалил, будем надеяться, не окончательно. Итак, «Арсенал», «Рубин» 2-2, «Динамо», «Москва», самый неожиданный, на мой взгляд, результат этого тура, 0-1 и «Енисей», «Урал» 1-2, команда «Урал» победила последнюю команду чемпионата. Ну что, давайте начнем центральный матч Тура, «ЦСК», «Спартак». Жень, вы на правах хозяева, ты был на стадионе, расскажите хотя бы вот в нескольких словах об атмосфере, потому что я, честно скажу, последний раз был на матче «ЦСК», «Спартак» лет так и так очень и очень много. Ну, ты знаешь почему, да, потому что есть любимое место, где ты смотришь. Ну, атмосфера, как обычно, была в дерби, в матчах, естественно, замечательная. Люди ходили, люди мечтали, что вот-вот мы обыграем «Спартак», потому что «Спартак» немножко вниз пошел, мы идем вверх. Поэтому, как обычно, все было организовано на высшем уровне, то есть продавали всякие безалкогольные напитки, там пиво, колу и прочее, прочее, прочее. Музыканты выступали, там группа выступала, для детей какие-то были конкурсы. Все было замечать, праздник такой, да. А 29 тысячи все-таки «Аншвак» или нет? Нет, я думаю, что нет, все-таки там 30 тысяч. Но буфер, рекорд, рекорд. Рекорд, рекорд. Там же, да, там же оставляют. Оставляют всегда, да. Где фанаты оставляют, а тысячи точно там есть. Что касается до матча и после матча, все было, ну, кроме того, что плохо, скажем так, после матча, долго держали спартанских болельщиков. Мы уходили с эспрессо после 40 минут. То есть вы успели приехать домой, попить чайку, а люди еще сидели. Да, еще люди сидели. Так бывает. Как-то неправильно я читаю. Ну, были стычки, естественно, знаем уже, да, были стычки в метро, там небольшие. 1905 года, да? Да, небольшие стычки произошли, а так все. До 1905 года, мне кажется, любят ЦСКА «Спартак» встречаться. Прикормленное место такое. Если говорить по матчу, ну, ты прав. Не дерби. Ну, как-то, да, боязливо обе команды. Что-то, да, что-то не было, что-то как-то вот испуганное, как-то вот, нет такой, чтобы отдажать, да, грубо, вперед, там, проиграть и проиграть, но показать вот феноменальную игру, мы бились, такого я не увидел. Даже, я тебе больше скажу, лучший бомбардир чемпионата России, спал, это ладно, не могу сказать, но Федор Чалов, у него тоже была первая игра против «Спартака» во взрослом футболе. Да, это о чем-то тоже говорит. Лучший бомбардир, и оказывается, он ни разу со «Спартаком»-то и не выходил. Многие играли, там вся команда играла. Зато два года назад он забивал «Спартаку» пять мячей, и забивал кому? Максименко. Пять мячей. Ну, когда в молодежь. Молодежь в команде, естественно. А сейчас только три человека вышли, которые играли со «Спартаком». Это, грубо говоря, «Загоев». Какая страшная у вас текучка. Да, какая страшная. Кто это счет? Из 11? А, и Фернандос, естественно. Все. Все, три человека. Три человека, кто играл со «Спартаком». Да, остальные все тоже для них дерби. А тем более для англоязычных, они не понимают, что такое дерби, дерби, дерби. Да ладно, у каждого в странах есть свое дерби. Я говорю, что здесь вот, когда вот они будут, даже обращение писали в поддержку нашей команде, наши бывшие футболисты. Сделал верблом, сказал, что, говорит, я надеюсь, что вы выиграете, ребят, в этом дерби. И знаешь, кто? Биберснатха. Они сделали такие небольшие, да, и говорят, что ребята, говорит, надо в этом дерби побеждать. То есть они нагнетали. Берден, 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 Натхерден. Берден, переживал, волновался, учитывая последние матчи, последние околофутбольные события за исход этой встречи? Ну, разумеется. Конечно, было боязно. Кстати, нас поддерживал Промис из Испании. Да, тоже, да? Да, накидывал еще кто-то, не помню, кто из ушедших, которые побывали в настоящих баталиях хороших. Я соглашусь с Женей, футбол получился невысокого качества, с большим количеством желания и борьбы. ЦСКА отрезками смотрелось интереснее. Ребята молодые, наглые такие, по-хорошему наглые, и у них были моменты, когда они так хорошо играли в центре поля в одно касание. Просто приятное впечатление оставили. Спартак на данный момент именно бился, именно сражался. То есть, мысли у ЦСКА было немножко побольше, но и суеты тоже было побольше. Каррера, я так понимаю, осознавал, что Спартак на данный момент тяжело играть в гостях. К тому же, с ЦСКА он выбрал правильную тактику. ЦСКА, кстати, я так понимаю, Чао один в атаке играл, собственно, поэтому у него и моментов не было. Да, то есть, 4-4-2 мы играем, но оттянутый играть. Он один, да, потому что ему было тяжело, вот Чао, собственно, там это. К тому же, у Спартака очень хороший матч выдал защиту, на этот раз, особенно в Бакете, который снимал весь верх, очень снимал, качественно играл. И, в общем, можно сказать, что оборона победила атаку в этих матчах, что отношусь у другой команды. А я соглашусь. У нас палочка-выручалочка, вот Фернандес забил шикарный гол, Игорь уже не долетает. А там даже, мне кажется, если бы он стоял бы прям вот там в углу бы, он бы вряд ли бы достал. Настолько бы прям... И мощный удар бы там за 100 километров пролетел мяч, и прям вот прям реальную паутиночку. Там так снял паутину. Илья, ты хотел не согласиться с нами. Но если посмотреть на сухую статистику, на сухие цифры, то действительно складывается впечатление, что не так было много моментов, и игра была скорее скучна. Но в черной раз вижу, насколько разнятся впечатления от просмотра матча по телевизору и на стадионе. Кстати, удивлен, что, Женя, тебе не понравилась игра, потому что я получил большое удовольствие. Ты получил удовольствие, потому что вокруг тебя еще сидело 30 тысяч человек, которые что-то либо взрывали, дымили, пели. Это все было хорошо. Это был антураж, и ты был поглощен в него. Ты знаешь, Олег, честно говоря, за столько лет уже столько было этих дерби, что это уже как Новый год. Ожидание все те же. Ожидание Оливье и фейерверка. Ожидание хочется что-то новое, а все тоже старое идет. Но уже как бы, да, ты можешь уже на чем-то сосредоточиться, именно на самом футболе, в котором у армейцев было достаточно моментов, чтобы одержать победу. Да не было там достаточно моментов. Нет, таких прямо серьезных моментов. Сергей, дерби Динамо-Спартак является старейшей, да, как это назвать, самым воспетом. Да, дерби именно в советские времена, да, сейчас, может быть, немножко это отошло, именно дерби Динамо-Спартак. Теперь с торпедой сражаться. Да, теперь с торпедой вам сражаться. Воюем, ну на кубок. Да, так реально, получилось дерби все-таки, рассуги вот спорющих. Со стороны, да, вы все-таки болельщики, а я со стороны посмотрел, ну, действительно, я ждал большего, да, я думал, все-таки, они такие от ножа все матчи, ну, не все, но многие проходят Спартак с ССК. Здесь немножко мои ожидания не оправдались, потому что я думал, будет немножко поискрометная игра. Ну, все равно, все равно. От Спартака я даже ждал, действительно, вот этого Туза, у которого припас карьера про штрафной, говорю. Потому что я думал, если будет штрафной, то у Спартака будет шанс забить. И Спартак, как ни странно, забил первым, да, и армейцы отыгрывались. Да, да. Вот, и поэтому, винить Акинфееву, конечно, нельзя в этом мяче, потому что действительно залетело прям четко в девяточку. Винить можно только Ахметова. Дальше, да. Которому, я не знаю, главный тренер мне сказал, товарищи, в Спартаке есть Фернандо, который бьет с этих позиций. Ну, это очень, Павел, весь матч я смотрел, не самый удачный матч, в общем, даже провалил. Да там много Сигурсона сыграл, не очень. Ну, знаешь, что я заметил, больше всего? Мне показалось, что больше всего не попал в состав, как ни странно, Дзагоев. Я не знаю, как его по телевизору смотрелось. Не первый матч. Он не успевает за мыслью молодых, он уже не успевает. Я не знаю, почему. Он вылетает, он опять мешает. Он мешает. У нас такой же Панченко. Я не знаю, почему он его поставил на матч в дерби. Я думаю, ладно, пускай там на концовочку поставят. Пока уберу, думал, часка наладится, когда уберут Дзагоева. Сначала Газаева, потом Дзагоева. И вот Сигурдсен, да, ты меня перебил, что Сигурдсен тоже. Второй тайм вообще, он отдавал мячи сопернику, он ошибался в передаче, ошибался в отборах. Желание. Да. Ну, не надо, перегорел. Перегорел, может быть. И потом я наблюдал, конечно, когда вышел Ташаев, думаю, все-таки, какой когда-то он должен появиться на поле. Потому что сидит на лавке, парень пошел Лигу Чемпионов Зоевы. И тут вообще не выходит на сколько он отыграл Спартак, я не знаю, там минут за... Да, у нас. Вышел, и знаешь, мне показалось, что он набрал вес, это первое. Второе, как-то он это, очень вяло, безинициативно, как-то, не знаю. Ну, игра была темучей. На фоне второго Динамо, бывшего Зобнина. Боялись ошибиться, не от Нажа играли. Да, конечно, тут 90 минут. Я удивляюсь, что он в Динамо так не играл, Зобнину так играет Спартаке. Нет, ну, Ташаев все-таки лучше Тарасова сыграл. А, ну, если сравнил, то... Так что, нормально. Ну, раз уж мы вспомнили Тарасова, давайте вспомним результат матча. Сам рекомендировался. Который был в Санкт-Петербурге зафиксирован после финального свиска. Зенит, Локомотив, 5-3. Друзья мои, за последние две игры Локомотив пропустил 8 мячей. Пропустил не кто-нибудь, ну, условно, Максименко. Человек, который там 5 игр сыграл только. Пропустил второй вратарь сборной. Гилерна? Или третий, ну, пускай будет третий, скорее всего. Лунев, наверное, все-таки второй. Третий вратарь сборной. Кто? Гилерна. Гилерна. Да ладно, уже все, уже последний раз-то его не брали. Как не брали? Был в сборной-то. Краснобороны. Конечно. Подожди, а... Стоял Лунев, был... Стоял Лунев, вторая, что... И ездил, Шунин же ездил. Ты что, какой уехал? И Шунин ездил. К вам были же... Последние, последние, последние матчи на конфедерации и товарищеские с Чехией. Это Шунин был в запасе с третьим портарем. Здрасте. Ну, вам показалось. Ну, как показалось. Ну, как показалось. Ну, Кенфеева, потому что не было. Вот он на третьем и ездил. Да, Кенфеева не было. Ну, третьем ездил. А если брать с Кенфеем... Ну, кто тебе сказал, что сейчас возьмут это, Гилерне. Хорошо. Оставим Шунина в подходе. Кстати, про девять матчей пропущенных. Спартак забил семь мячей. А это я посмотрел где-то тринадцатый результат всего лишь в этом. Вот и все штрафные... С этих, стандартных. Да. Да. Как ни странно. Это да, это тринадцатый результат. У забитых мяча. Да, да, да. Согласен. Пропускаем. Итак, Илья. Что с вратарем или вообще сборная? Оборона Локомотива решила, ну, не знаю, взять тайм-аут, отдых, отпуск. Не знаю, кто там берет тайм-аут или отпуски, но Локомотив удивительная. Удивительная трансферная компания, которая позволяла увидеть супер-клуб, а мы не видим пока ничего. Это может быть главное. Для меня это точно главное разочарование. Они взяли, кстати, в этом межсезонье кого-нибудь? Локомотив? Да. Да не усилились. Смолов. 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 А я чемпион мира. Смолов. Смолов это... Нападающий сборной России. А, это нападающий сборной России. Это который удар Паненко умеет бить. Ага, да, да, да. Я слышал что-то про него в ютубе. В общем, усиление, при том, что Локомотив никого не потерял. Локомотив достаточно серьезно усилился. Эдер уже два года сидит и не является игроком ни основы, ни под основу, выходит там на 10 минут. А он все-таки чемпион Европы. В чем дело-то? Это надо у Юрия Павловича спросить. Все, Локомотив, понимаешь, он действительно, Илья Прав в прошлом году на каких-то эмоциях, на каких-то своих везениях, выдал все, что мог. Как Лестер, допустим, когда стал чемпионом. Он выдал все. Чемпионское похмелье. И теперь непонятно, как у Спартака было после чемпионского похмелья. Тоже спад, да. И так же у Локомотива спад. То есть, команда выдала все, что могла. И сейчас действительно наступает какой-то, может, психологический спад. То есть, слезы Юрия Павловича Семина после завоевания чемпионства. Наверное, вот и последние слезы. Что могло спасти? Локомотив, Илья Скал усилился. Я считаю, что это не такое усиление. Смолов? Нет, ну Смолов не знаю. Я не знаю. Ты видишь, он пока не вписывается. Я не знаю. На бумаге тоже было усиление. Если бы 3-4 игрока каких-нибудь. Ну, по крайней мере. И тогда разрешите. По крайней мере. С теми же чемпионскими своими игроками, которые завоевали. Надо что-то было добавить. Потому что было бы интереснее, я думаю. В этом матче Семин добавил. Тарасова. Они же купили. У Тарасова, да. У Тарасова, да. У Тарасова, конечно, решил. Не играл, нечего начинать. Не надо. Нет, смотри. Локомотив никого не потерял. Как, допустим, Спартак и ЦСКА. И они должны быть выше. По идее. Хотя бы даже похмельный синдром. Вы ветерли к 8-му турбу. К 8-му турбу. Хотя бы он был великий чемпион. Они понимали, что им надо было увеличивать скамейку. Потому что матчей будет больше. Они знали об этом. Что в следующем сезоне будет больше матчей. Под лигу чемпионов тоже можно было бы. Да, да, да. Хотя ЦСКА под лигу чемпионов кого купил? Кого? Кого купил под лигу чемпионов? На кого? Да никого. На кого? Обликова. Обликова? Обликова купила. Ахметова? Да. У ЦСКА произошла смена поколения. Лашичи. 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 И то не купили, а в аренду взяли. В аренду взяли. Без права выкупа. Без права выкупа. Да, о чем и речь. Ладно, давайте поговорим еще об одном матче, который, как я уже сказал в начале передачи, наверное, самый несправедливый результат, если смотреть на турнирную таблицу. Но насколько он справедлив был, этот счет 0-1 Динамо Анжи, по игре узнаем у болельщика Динамо. Сереж, Анжи на последнем месте. Бывает. Ты слышал интервью Хохлова, он сказал, что я всю неделю настраивал, он очень боялся вот этого, что когда играешь с улсайдером, как не говори тренер, там, ребят, надо настроить, ребят, надо играть, надо это. Понимаешь, психологически ребята понимают, что мы сейчас выходим против последней команды, которая не платит 5 месяцев зарплату и которая неизвестно будет играть там до зимы доиграет, а дальше будет или нет. И вот это подспудно в них сидело, это раз, это первое. Второе, ну невезение было, ну вообще такое невезение, потому что Динамо, я прочитал сегодня в этом, на одном из сайтов, что в этом сезоне, ну в этом начале чемпионата больше всех ударов поворотом, больше всех навесов, там 39 навесов, вратарскую, блин, произвели, перекладины, пенальти не забиты. Ну это бывают такие дни и у больших клубов, ну все так скажем. Еще надо отметить одного человека, это вратаря Дюпин, который взял пенальти, так взял, что вот, помнишь, что это вратарь из публики, какие-то старые фильмы, как они берут, и стоял до последнего, он стоял до удара, не бросался никуда, смотрел, куда будет игрок. Это очень напрягает бьющего игрока, когда вратарь не рыпает. Потому что он не скажет, что так уж совсем как-то пробил, как Смолов на чемпионате, он нормально пробил, он забивал перед этим, и Спартаку забивал в прошлом году также, но здесь так получилось, вот все сошлось, понимаешь, и динамо, и когда пропустили, у меня было подспудно, что если команда сейчас пропустит, не дай бог, дурачка какой-нибудь, то что происходит в таком случае с командой аутсайдером, они просто уходят, ставят автобус, и все, ребята свой счет держат, ты же сам, мы с тобой разговаривали, так же и на Сороке играли там в свое время, все, это очень тяжело взломать, понимаешь, и тот же матч, давайте вспомним в воскресенье, кто смотрел на Барселона-Жерона, да, матч, то же самое, ну что, Барселона-Синяя, там счет немножко 2-2 был, но все равно, все равно там в конце не так задавили, ну не шло в Барселону, ну никак, вот они все, должен залетать, но не идет, здесь вот такая ситуация. Ну что ж, мне хочется сказать, что Динамо, да, Динамо абсолютно точно наверстает еще упущенный, и... Первое поражение, да? Не, ну Хохлов молодец, я думаю, все-таки, ну давайте... Нет, не первое поражение, второе поражение, Спартака и Анжела, второе поражение. Давайте посмотрим турнирную таблицу, которая образовалась после восьмого тура, и увидим, что команды уже начали делиться на, и причем прилично, аутсайдеров и лидеров. Зенит, всего лишь одно, одна ничья в восьми турах, и 22 очка уже набирает, как я уже говорил, Зенит чемпион, но вы со мной пока не соглашаетесь. Краснодар за счет победы открыли советами на втором месте, Ростов и Спартак по большому счету делят третью-четвертую позицию, ЦСКА откатился на пятую из-за ничьей со Спартаком. Ахмат Оренбург Рубин. Такая восьмерка у нас первая и вторая. На первом месте у нас. Динамо Москва во второй. В трех очках от ЦСКА, одна победа. Абсолютно, абсолютно. Арсенал, локомотив, о котором мы много посвящали времени сегодня, на одиннадцатом месте. И как бы он не постигла его участь Акхисара из Турции. Ну и явные аутсайдеры, скорее всего, это Анжи, Уфа и Енисей. Знаешь, крылья очень сыпятся. Да, вот сейчас странно. Очень сыпятся крылья. Да, да, да. Нет какой-то вот такой... Почему бы Тихонов сказал, что плохо проведена была селекционная работа? Ну так, игроки-то такие, по именам-то более-менее там... Позволяет. По именам, да. И если бы он там, не знаю, Федорова пригласил, то по именам-то тоже можно сказать, что крылья советов неплохо усилились. Давайте посмотрим. Уже на этой неделе все команды нашей премьер-лиги сыграют одну к 16-ю финала, кроме ЦСКА. Почему это? Ну а пары давайте посмотрим. Итак, Локомотив будет играть с Балтикой, Динамо-Торпедо, тоже одно из старейших дерби... Билеты проданные. Да, Советского Союза России, Зенит-Волгарь, Спартак-Черноморец и ЦСКА-Тюмень. ЦСКА остался самый далекий выезд в Тюмень. Кстати говоря, не посмотрел я, как сейчас Тюмень. Так же, как и здесь. Нет, я имею в виду Тюмень, на каком сейчас, где? Даже не следил за Тюмень. Я, честно говоря, тоже. Не, ну в серединке. В серединке, да? Не знаю, не следил. Ну и давайте, естественно, пока осталась одна минута у нас. Чемпионат России, девятый тур. Посмотрим, кто с кем встречается уже выходные. Оренбург-ЦСКА. ЦСКА готовится к Арсеналу, поэтому этот матч вынесен на 28-е число. Урал-Арсенал, Уфа-Енисей, Локомотив-Ахмат. Тоже, мне кажется, будет очень интересно. Ну и центральный матч Тура, на мой взгляд, Краснодар-Динамо. Ну и Спартак, да, ну и Спартак, Ростов, да, команды, которые занимают, соответственно, второе и третички. Карпин против Спартака. Тут другая интрига. Ну что, друзья мои, время, к сожалению, подошло к концу. Нашим командам желаем, естественно, побед, побед и еще раз побед. Ну а вам, дорогие друзья, любим и смотрим футбол и обсуждения на телеканале Видное ТВ. Ну а пока, болеем за своих. Пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»